Хорошая новость пришла во вторник из Всемирного банка. Его специалисты опубликовали новый рейтинг ведения бизнеса 2017, который учитывает качество бизнес-среды в той или иной стране. Так вот, в этом списке, состоящем из 190 государств, Беларусь заняла 37-ю позицию. Для сравнения, год назад мы были на 44-м месте. Лидируют Новая Зеландия и Сингапур. А среди государств постсоветского пространства наилучшие показатели у Эстонии. У нее 12-е место. Следом идут Латвия, 14-е, Грузия, 16-е и Литва, 21-е. Из стран СНГ выше всех расположился Казахстан. Он на 35-й позиции. Нашей главной проблемой остается трудность в получении кредитных денег. В этой категории мы лишь на 101-м месте. То есть, несмотря на очевидный прогресс этого года, кредиты по-прежнему слишком дороги. Однако, и здесь я снова обращу ваше внимание на пользу, интеграционных процессов из Лондона. На минувшей неделе был подан очень важный знак. 24 октября в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития состоялась так называемая страновая конференция по Беларуси. Ее цель – рассказать американскому и европейскому бизнес-сообществу о нашей стране и подтвердить, что с нами стоит сотрудничать. Подтверждать что-либо, как известно, лучше всего не словами, а делом. Поэтому тут же, на полях форума между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития, было подписано соглашение о сотрудничестве, объем которого превышает 30 миллионов евро. Оно касается, во-первых, кредита на реконструкцию инфраструктуры и водоснабжения в трех городах Беларуси – Лиде, Полоцке и Орше, а во-вторых, софинансирование этих проектов по линии экологического партнерства Северного измерения. Это проект, для реализации которого ЕБРР предоставляет уже не кредиты, а гранты. Вы спросите, а с чего бы это европейцам финансировать белорусские проекты? Ответ прост. В системе европейских приоритетов экология занимает одно из первых мест. И поскольку в Лиде, Полоцке и Орше коммунальщики подтянутся под стандарты ЕС по очистке сточных вод, то чище станет во всем бассейне Балтийского моря. Важно также учитывать и то, что в сентябре этого года ЕБРР одобрил новую стратегию для Беларуси, которая серьезно расширяет возможности банка по участию в белорусских проектах. И встречи, которые состоялись в понедельник, были направлены на то, чтобы а. завершить уже начатые проекты, и б. открыть новые. Для того, чтобы обсудить перспективы этого сотрудничества, мы в начале недели связались с первым заместителем министра экономики Беларуси Александром Забаровским. Именно он в Лондоне подписывал соглашение с белорусской стороны. Новая стратегия Европейского банка реконструкции и развития одобрена. И это значит, что мы сегодня открываем еще больше возможностей для того, чтобы Республика Беларусь присутствовала на международном рынке капитала. Европейский банк реконструкции и развития расширяет операции в Республике Беларусь, увеличивая свой портфель, предоставляя ресурсы для финансирования инвестиционных проектов на очень комфортных условиях. Сегодня процентная ставка по соглашениям, которые мы подписываем, меньше 1% годовых со сроком на 15 лет. И эти проекты в первую очередь направлены на развитие инфраструктуры, на повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства. Для нас мы выбрали несколько ключевых приоритетов в работе с ЕБРР в государственном секторе, а ЕБРР поддерживает уже и государственные предприятия, и государственный сектор, и частный сектор. Сегодня после подписания стратегии у ЕБРР появился такой мандат работы с государственным сектором. Основные приоритеты – это вопросы ЖКХ и снижение затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве. И это вопросы транспорта, развития транспортной системы, вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, импортозамещающих производств. Вы говорите, кредит под 1% на 15 лет. Уникальные условия, но даже с ними мы не можем назвать эти средства инвестициями. А ведь нам нужны инвестиции. Здесь мы подписали соглашение объемом 30 миллионов долларов. Из них 10 миллионов – это грантовые средства, то есть деньги, которые приходят на реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства с экологическим компонентом. И 20 миллионов – это очень комфортные ресурсы. Как я сказал, процентная ставка меньше 1%, 15 лет. Таким образом, сами по себе эти проекты серьезно повышают эффективность работы самого сектора. И самое главное – это еще источник средств и возможностей для того, чтобы привлечь в этот сектор частные компании. На сегодняшний день иностранные инвесторы готовы работать с Республикой Беларусь. Есть интересные предложения в сфере в том числе жилищно-коммунального хозяйства, в деревообработке, в промышленности. Но для того, чтобы работать на нашем рынке, всегда требуется и кредитная поддержка серьезных международных финансовых организаций, которыми является, например, Европейский банк реконструкции и развития. Поэтому, как правило, инвестиции финансируются не только за счет собственных средств инвестора, но и за счет привлеченных кредитных ресурсов инвесторам от международных организаций на комфортных условиях. И в этом смысле работа с Европейским банком реконструкции и развития открывает такие возможности, повышает привлекательность Беларуси для привлечения прямых иностранных инвестиций. То есть здесь взаимодополняющие эффекты. Чем больше сотрудничество с международными финансовыми организациями, тем больше интереса и возможностей для привлечения прямых инвестиций в страну. Бесспорно, сам факт нашего сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития – это положительный знак для инвесторов. Но, простите мою настойчивость, а инвесторы замечают этот знак? Можно ли сказать, что состоявшийся London Outlook – это своего рода инвестиционный форум? Вообще, надо четко сказать, что это не инвестиционный форум. То есть надо сказать о том, что это обзор экономики. На сегодняшний день мы обсуждаем развитие стратегии Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси. И вот новыми проектами являются в том числе проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проекты в банковском секторе. Мы сегодня обсуждали работу по привлечению капитала ЕБРР в Белинвестбанк. Мы обсуждали работу по содействию привлечения инвестиций в ряд предприятий, в пищевой промышленности, в деревообработке, в легкой промышленности. То есть это мероприятие уже давно перешагнуло за идею инвестиционного форума и представления. Это конкретные практические шаги, которые принимает правительство вместе с международными финансовыми организациями для того, чтобы наполнить портфель, который сегодня есть, кредитных линий у Европейского банка реконструкции, развитие конкретными проектами и одновременно привлечь инвесторов в нашу страну, чтобы они пользовались возможностями ЕБРР. То есть это не кредиты только правительству, это и возможность привлечения ведущих компаний европейских для создания новых производств и новых рабочих мест на стране, для модернизации действующих производств. И в этом смысле это мероприятие очень важно для того, чтобы практическими шагами реализовывать приоритеты, которые есть в социально-экономическом развитии, а ключевым приоритетом являются прямые иностранные инвестиции. Михаил Забаровский, первый замминистра экономики Беларуси. Интервью было записано в начале недели, сразу после подписания соглашения с Европейским банком реконструкции и развития.